Всем привет! Меня зовут Александр Пазуренко и в данном видео обзоре я хочу рассказать о программе FilterForge. При помощи данной программы можно создавать отличные текстуры на основе фильтров. На сайте разработчика доступна большая база готовых фильтров, либо вы можете создать свой уникальный фильтр. Собственно сейчас мы этим и займемся. Первое что сделаете это перейдите на сайт разработчика FilterForge.com Скачайте программу, она у вас будет доступна в качестве демо-версии 30 дней. Также вы можете посмотреть библиотеку фильтров и посмотреть работы, которые сделаны при помощи данной программы. Итак, после того как вы скачали и установили данную программу, приступаем к созданию своего собственного фильтра. Перед нами стоит такая задача. На основе фотографии, но в данном случае это фотография камня, значит гранит и мрамор. Значит будем использовать три изображения. Значит на основе данных изображений необходимо создать текстуры, бесшовные текстуры плитки. Открываем программу FilterForge и слева в верхней части мы видим какие-то уже готовые фильтры. Значит видим в нижней части, также слева видим настройки данных фильтров. Давайте создадим свой фильтр. Итак, для этого переходим в фильтр, New. Фильтр-эдитор представлен в виде нодовой системы, которая интуитивно понятна. И первый компонент, который мы видим, это Result. Результат. К нему мы и будем сводить все другие компоненты. В правой верхней части программы мы видим список компонентов, они у нас разбиты по категориям. Значит переходим в категорию Eternal и выбираем компонент Image и просто перетаскиваем его в фильтр-эдитор. На входе у нас будет изображение, поэтому мы и выбрали данный компонент. Далее переходим в категорию компонентам к Patterns и выбираем Tiles. Перетаскиваем в Material Editor. Свободное место. Далее нам необходимо будет связать данные компоненты между собой. Для этого выделяем компоненты Image, тянем за стрелочку зеленую и связываем с компонентом Tiles. Далее выделяем компонент Tiles. И у него есть различные настройки. Мы можем задать ширину, пропорции плитки по ширине, пропорции по высоте. Можем регулировать шов, толщину шва, bevel, скос и так далее. Сейчас мы будем задавать какие-то значения для каждого параметра, компонент на Tiles. Значит, первое, что сделаем, для параметра Motor, в данном случае это получается цвет шва, мы сейчас добавим в компонент Noise. Итак, переходим к списку компонентов и выбираем категорию Noise. Далее выбираем Perlin Noise и перетаскиваем вот сюда. Так, теперь связываем компонент Perlin Noise, присоединяем к Tiles, именно к параметру Motor. Так, теперь сделаем следующее. Выделяем этот компонент Perlin Noise и подредактируем некоторые параметры. Значит, параметр, который нас интересует, это параметр Scale. Если сейчас раскрыть превью данного компонента, то видно, что шум крупноватый. Итак, параметр Scale. Давайте поставим минимальное значение, поставим Scale 0. Далее нам необходимо на входе задать цвет для шума и сделать это таким образом, чтобы мы могли в дальнейшем, когда уже фильтр будет готовый, изменять цвет самостоятельно, не заходя в редактирование фильтра. Значит, для этого переходим к компоненту Controls и выбираем Color Control. Так, перетащили данный компонент, фильтр-эдитер, располагаем, как нам удобно, данный компонент, выделяем его. Давайте сразу назовем данный компонент, а называться он будет следующим образом. Motor Color 1, то есть у нас как бы два будет варианта для Perlin Noise. Итак, называем. Так, после того, как назвали компонент, давайте подредактируем цвет. Итак, в настройках Color Control заходим в Color и в Color Pickery выбираем следующее значение. Итак, канал Red Green Blue. Значит, Red 130, но, в принципе, везде по каждому каналу 130 ставим. И получаем вот такой вот серый цвет. Нажимаем ОК. Далее привязываем данный компонент к компоненту Perlin Noise, именно к параметру Noise. Далее копируем компонент Color Control правой кнопкой Copy и вставляем Paste. Значит, здесь уже цвет меняем на абсолютно черный. Нажимаем ОК. Меняем название Motor Color 2. И связываем с компонентом Perlin Noise к параметру Background. Для удобства я размещу компонент примерно вот таким вот образом. Так, теперь создаем компонент для параметра L-Range. Значит, данный параметр позволит нам сделать так, чтобы каждая плиточка была немножечко другого оттенка. Для того, чтобы вынести данный параметр в настройке уже готового фильтра, переходим к компоненту Controls и выбираем Slider Control. Перетаскиваем Filter Editor и связываем с параметром L-Range. Значит, выделяем Slider Control и параметр Value ставим 15. Название так и оставляем. Значит, оставили название L-Range. Теперь добавляем еще один Slider Control. И на этот раз привязываем его к параметру Motor Width. Значит, данный параметр поможет нам создавать толщину шва. Значит, также название оставляем. Единственное, что подредактируем параметр Value поставим не 30, а единицу. Так, далее добавляем еще один Slider Control и связываем с параметром Bale Width. Так, Slider Control, значит, здесь значение Value ставим 5. Далее нас интересует параметр Row Shift. Значит, использование данного параметра позволит нам немножечко менять кладку плитки и сделать как бы небольшой сдвиг при необходимости. Так, значит, переходим к компоненту Controls и выбираем Checkbox Control. Перетаскиваем Filter Editor и связываем с параметром Row Shift. Значит, по умолчанию в данном компоненте у нас стоит галочка. CheckIt. Давайте ее снимем. Кстати, если мы выделим сейчас компонент Tile, то можем уже на перевью увидеть результат. Затем выделяем компонент Checkbox Control и снимаем галочку и смотрим, что получается. Так, сняли галочку CheckIt. Теперь нас интересует параметр RepeatH и RepeatV. Использование данных параметров позволит нам менять пропорции плитки, делать, к примеру, ее не квадратной, а прямоугольной. Итак, переходим к компонентам Controls и добавляем и слайдер Control. Значит, данный компонент я связываю с параметром RepeatH. Значит, далее выделяю слайдер Control и редактирую параметры. Итак, параметр Value я оставлю значение 4 и параметр MaxValue также ставлю 4. Теперь то же самое необходимо сделать для компонента RepeatV. Далее нас интересует параметр House. Итак, добавляем компонент SliderControl Связываем его с параметром House также отвечает данный параметр за сдвиг плитки. Так, выделяем слайдер Control и ставим значение Value ставим 0. Теперь я рекомендую вам сделать следующее. Давайте сохраним наш фильтр. Нажимаем Save Filter у вас должно было появиться окошечко где вам предлагается назвать фильтр и сохранить его. Так как я уже сохранял фильтр данного окошечка сейчас у нас не высвечивалось. А значит данный фильтр сохранился и добавился в категорию мои фильтры. Значит фильтр я назвал Tile From Image. Если сейчас посмотреть на превью то мы видим стандартное изображение которое применилось сейчас к нашему фильтру. Давайте загрузим нужное нам изображение. Итак переходим в файл Open Image и загружаем к примеру текстуру мрамора. Смотрим что получается. Итак мы видим что наша текстура мрамора нанеслась равномерно на все наши плитки а нам необходимо сделать так чтобы каждая плитка имела свой какой-то уникальный рисунок плюс есть некая цветастость присутствует на некоторых плитках давайте это сейчас подредактируем итак переходим в фильтр эдитер значит галочку вставляем по умолчанию Edit this фильтр и нажимаем Open Filter Editor а далее выбираем компонент Tiles и сейчас нас интересует параметр S-Range вот он и передает нам такую цветастость на некоторых плитках давайте данное значение оно стоит 25 по умолчанию поставим 0 теперь нам необходимо сделать следующее есть такой параметр Fill Mode здесь выбираем Jumbo это позволит сделать то о чем я говорил чтобы каждая плитка имела у нас уникальный рисунок итак можем сохранить фильтр нажимаем Save Filter обновляется картинка и смотрим что у нас получилось давайте попробуем использовать какое-то другое изображение я открываю другую текстуру в данном случае текстура гранита а значит данные текстуры вы можете скачать с сайта CG Textures и еще одно изображение видим что в принципе неплохой результат значит мы получили диффузную текстуру давайте попробуем создать текстуры для рельефа для отражения и к примеру Normal Map значит для этого мы переходим в Filter Editor в Компонентах в Компонентах переходим к категории Adjustment и нас интересует компонент Threshold перетаскиваем его далее нам необходимо связать данный компонент с компонентом Tiles и результат но для этого сначала необходимо сделать следующее выделяем компонент результат и тип выбираем Surface у нас потерялась связка данного компонента и компонента Tiles давайте ее восстановим и так перетаскиваем стрелочку от компонента Tiles к компоненту результат а именно к параметру Surface Color далее выделяем компонент Threshold и к нему присоединяем компонент Tiles а присоединяем мы его к параметру Source теперь нам необходимо данный компонент связать непосредственно с компонентом результат перетаскиваем стрелочку и привязываем к параметру Height далее переходим к настройкам непосредственно компонента Threshold порог переходим к компонентам controls далее выбираем слайдер control перетаскиваем и связываем с параметром Threshold значит параметр вуаля ставим 60 еще один компонент слайдер control добавляем и связываем с параметром Smooth и также задаем значение вуаля 60 далее для того чтобы наша текстура имела свойство отражения нам необходимо к компоненту результат добавить параметр reflectivity значит переходим к компонентам adjustment и добавляем яркость и контраст brightness и контраст значит редактируем расположение компонента примерно вот таким вот образом далее связываем компонент threshold и яркость и контраст значит стрелочку тянем к параметру source и от компонента brightness и контраст мы перетаскиваем стрелочку к параметру reflectivity компонента результат а теперь нам необходимо сделать следующее подредактировать параметры компонента яркости контраст значение яркости поставим 10 а контраста поставим 5 далее нам необходимо выбрать освещение для нашей текстуры для этого переходим к компоненту результат выделяем под данным компонентом фильтр controls в settings мы видим все эти настройки которые мы выводили при помощи slide control и других компонентов далее переходим к lighting выбираем в менюшке environment выбираем lobby и редактируем параметры brightness ставим 150 saturation ставим значение 5 и surface high ставим единицу сохраняем фильтр для этого внизу в правой части нажимаем save фильтр смотрим на результат теперь для того чтобы увидеть дополнительные карты в меню переходим фильтр render map и выбираем к примеру diffuse map далее выбираем bump map normal map specular все эти варианты карт мы можем сохранить отдельно создание фильтра мы закончили давайте перейдем к непосредственным настройкам при помощи которых мы можем изменять уже нашу текстуру и так к примеру я хочу подредактировать карту specular значит в моем фильтре я перехожу к settings и меня интересуют сейчас два параметра smooth и threshold и так параметр smooth я ставлю значение ну к примеру 70 стало немножечко светлее и параметр threshold я ставлю к примеру 50 для того чтобы увидеть результат всех этих карт непосредственно на текстуре переходим фильтр render map и нажимаем off и видим и рельеф свойство рельефа и свойство отражения ну мы можем как бы сохранить отдельно карты как я уже говорил render maps diffuse map bump normal specular давайте попробуем сохранить все эти карты отдельно откроем в фотошопе значит текстуру мрамора сделаем ее квадратной значит выбираем инструмент crop tool зажимаем shift значит обрезаем вот таким вот образом далее подредактируем размер изображения image image size значит по ширине и по высоте поставим 2048 пикселей нажимаем ok сохраняем изображение далее откроем непосредственно уже filter forge итак файл open image и я выбираю текстуру далее к примеру я хочу подредактировать цвет шва для этого перехожу settings moto core 2 и выбираю цвет темно-коричневый вы можете еще какие-то параметры изменить и посмотреть как будет выглядеть данная текстура сейчас я сохраню все карты карту диффуза карту бампа карту нормал и карту отражения для данного варианта плитки забыл про один параметр рассказать давайте перейдем filter editor open filter editor выделяем компонент tiles и параметр high range если посмотреть на превью он также отвечает за цветастость нашей плитки так если регулировать high range то видно изменение цвета по умолчанию стоит данный параметр 5 давайте поставим 0 нажимаем save filter вот так значительно лучше и теперь мы можем редактировать оттенок при помощи параметра l range так я оставляю параметр l range по умолчанию как мы настроили значение 15 так как мы подредактировали немножко фильтр нам необходимо снова вернуть шов на коричневый цвет и так motor color 2 я выбираю темно-коричневый нажимаю ok далее для того чтобы сделать текстуру бесшовной необходимо в settings выбрать параметр Samuel Staline поставить галочку также мы увидим как текстура повторяется и при необходимости можем что-то подредактировать так теперь давайте сохраним уже отдельные карты и так переходим в фильтр render maps diffuse map выбираем сохраняем диффузную карту далее в нижней части программы нажимаем save image as называем текстуру выбираем формат я выбрал jpeg нажимаем сохранить далее выбираем качество качество стопроцентное и нажимаем ok происходит рендер изображения нажимаем далее сохраним текстуру рельефа фильтр render maps выбираем bump map подредактируем изображение итак параметры settings smooth поставим 70 к примеру а threshold поставим 80 и сохраняем изображение save image as теперь создадим карту норму и так же сохраняем далее сохраним карту спекуляр trench map она в принципе подойдет для отражения можно изменить параметры smooth поставим к примеру 50 а параметр threshold поставим 70 ну даже не 70 наверное поставим 75 значение и сохраняем изображение итак после того как я сохранил полученные карты я в 3ds max сделал тестовую сцену поставил освещение настроил материалы и вот что у меня получилось имея уже готовый фильтр мы можем буквально в несколько кликов создать новую текстуру и так выделите свой фильтр далее файл open image берем какую-то другую текстуру в данном случае красный гранит и получаем уже готовый результат можем изменить какие-то настройки давайте быстренько пробежимся по настройкам нашего фильтра и так переходим settings параметр motor color 1 и color 2 влияет на цвет шва параметр bevel width создает скос параметр house сделает хаотичный сдвиг параметр l-range изменит оттенок каждой из плиток произвольно далее параметр motor width влияет на получается толщину шва далее параметр smooth и threshold мы их создали для настройки карт рельефа и карт отражения далее параметр repeat h и repeat v позволит изменять пропорции плитки и делать не квадратную а прямоугольную далее параметр row shift позволит сделать сдвиг как бы смещение от центра одной плитки к центру другой плитки далее параметр size pixels уменьшает данный параметр мы сможем как бы делать большее количество плиток на одной текстуре similar styling как я уже говорил позволит сделать бесшовную текстуру и мы можем увидеть как повторяется плитка параметры variation поможет сделать другую выборку изменит рисунок каждой из плитки итак поставленной задачи мы достигли создали несколько вариантов текстур при помощи программы FilterForge созданный фильтр поможет сэкономить уйму времени при создании подобных однотипных текстур безусловно это не все возможности данной программы надеюсь материал был вам полезен до новых встреч до новых субтитры и субтитры субтитры